До сих пор несанкционированными свалками в Хакасии занималось Министерство природных ресурсов. К примеру, их силами недавно были ликвидированы мусорные завалы в Баграде. В ближайшее время работы пройдут в Цапогово, Беи и Бидже. Но со следующего года в России вводится Институт региональных операторов, которые займутся сбором, транспортировкой и утилизацией мусора. Сейчас, когда мы понимаем, что пришел региональный оператор, который будет ответственен за сбор и транспортировку коммунальных отходов, то есть в целом образование новых свалок будет уже крайне затруднительно. В Хакасии такой компанией стала Аэросити-2000. С отходами она воюет уже два десятка лет и готова применить этот опыт в пяти территориальных зонах нашего региона. Аэросити, как региональный оператор по обращению в стыкло, компания ответственная за весь цикл обращения с отходом. Наша цель – стяжение уровня захоронения отходов на полигонах, увеличение прозрачности данного сегмента рынка и увеличение уровня переработки вторичного сырья. По карману жителей это не ударит. Компания пришла в республику как минимум на 10 лет. Все расходы уже расписаны. Появится подушевой тариф, то есть за каждого человека, проживающего в квартире. Для каждой территории он будет свой. Например, в зависимости от расстояния до полигона ТБО. Кроме того, снижение ставки платы за негативное воздействие предполагает снижение в 7 раз ставок платы, то есть с 663 рублей до 95. Ну а естественно это снижение тарифа для населения. Мусоровозы оснастят GPS-навигацией. Это защита от недобросовестных перевозчиков, которые создают стихийные свалки. Кстати, отследить в режиме онлайн, куда идет машина, сможет любой человек на сайте Минприроды. В перспективе Аэросити займется раздельным сбором мусора в городах и построит мусороперерабатывающий комплекс. Полина Назарова, Станислав Колченаев, РТС.